Семья как социальная группа и социальный институт Семья как социальная группа и социальный институт Ну давайте начнем с определения, что же такое семья Семья это основанное на кровном родстве, браке или опекунстве Объединение людей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью Семья это основанное на кровном родстве, браке или опекунстве Объединение людей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью Первоначальную основу семейных отношений, конечно же, составляет брак Брак это исторически меняющаяся социальная форма отношений между женщиной и мужчиной Посредством которой общество упорядочивает и санкционирует их интимную жизнь Устанавливает супружеские, родительские и другие родственные права и обязанности В социологии семья рассматривается одновременно и как малая социальная группа Малая социальная группа и как важный социальный институт То есть одновременно это и малая социальная группа и важный социальный институт В качестве малой группы семья удовлетворяет личные потребности людей А вот в качестве социального института она выполняет социально значимые потребности уже целого общества. Малая группа – это личные потребности людей, институт – это уже потребности целого общества. Вообще семья, как ячейка общества, является важным элементом социальной структуры общества, одной из его подсистем, деятельность которой регулируется как брачно-семейным законодательством, так и морально-нравственными нормами, обычаями, традициями и так далее. Конечно же, главная функция семьи – это репродуктивная функция, то есть размножение, то есть биологическое воспроизводство населения. Семья – это на общественном уровне, да, и удовлетворение потребностей в детях – это на личностном уровне. Ну, наряду с вот этой основной функцией семья выполняет еще ряд других важных функций, о которых мы сейчас с вами и поговорим. Итак, функции семьи. Это воспитательная функция, это хозяйственно-бытовая функция, экономическая функция, функция первичного социального контроля, духовно-нравственная функция, социально-статусная функция, досуговая функция и эмоциональная функция. Итак, воспитательная функция – это первичная социализация детей, их воспитание, поддержание воспроизводства культурных ценностей. Ну, чтобы дети не вырастали такими дикими, как Маугли, да, например. Это называется социализация, чтобы детишки смогли прекрасно жить в обществе среди других детишек, да. Вторая функция – хозяйственно-бытовая. Ну, это введение домашнего хозяйства, уход за детьми и престарелыми членами семьи. Экономическая функция – это материальная поддержка несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. Функция первичного социального контроля – это регламентация моральной ответственности в отношениях между членами семьи. Духовно-нравственная функция – это развитие личности каждого члена семьи. Социально-статусная функция семьи – это предоставление определенного социального статуса членам семьи и воспроизводство социальной структуры. Досуговая функция – это организация рационального досуга и взаимообогащение интересов. Ну и эмоциональная функция – это, конечно же, оказание психологической поддержки членам семьи. Это то, что касается функций семьи. Также все семьи имеют свою классификацию, то есть их можно разделить по каким-то признакам. Итак, классификация семьи. Семьи делятся по количеству детей, по характеру распределения домашних обязанностей, по составу семьи и по характеру воспитания. Итак, классификация по количеству детей. Ну, тут понятно, семьи какие бывают по количеству детей. Многодетные, малодетные и бездетные. Далее семьи можно классифицировать по характеру распределения домашних обязанностей. Тут семьи бывают традиционные или патриархальные, нетрадиционные – это эксплуататорские и коллективистские или партнерские. Ну, традиционные семьи, патриархальные – здесь домашние обязанности выполняет в основном женщина, но ответственность за семью перед обществом и основная власть принадлежит мужчине. Здесь также характерна экономическая зависимость жены от мужа, глава семьи – муж. Здесь наблюдается очень четкое распределение семейных обязанностей. Муж работает, жена рожает и воспитывает детей. Старшие дети присматривают за младшими. Нетрадиционная или эксплуататорская семья – тут работают оба супруга, но, как и в традиционной семье, на жену дополнительно ложится вся домашняя работа и воспитание детей. Ну и коллективистская или партнерская семья – обязанности выполняют супруги совместно или по очереди. Домашние обязанности распределяются между всеми членами семьи. Все важные для семьи решения принимаются всеми членами семьи. Все члены семьи доброжелательно и уважительно относятся друг к другу. Сейчас мы поговорили, когда семьи классифицируются по характеру распределения домашних обязанностей – традиционная, патриархальная, нетрадиционная, эксплуататорская и коллективистская или партнерская. Также семьи можно классифицировать по составу. Бывают нуклеарные семьи, нуклеарные, расширенные и неполные семьи. Нуклеарная – nucleus с латинского переводится как ядро. Нуклеарная – это вот есть когда супружеская пара и у нее есть ребятишки. Расширенная или многопоколенная – это когда в семье имеется супружеская пара с детьми и еще кто-то из родственников, которые проживают с ними. Ну, например, дедушки, бабушки. Да, это вот у нас чаще всего. Ну и неполная семья – это когда отсутствует кто-то один из родителей. Ну и последняя классификация – это по характеру воспитания. Семьи разделяются на авторитарные, анархические и демократические. Авторитарная семья основывается на безусловном авторитете родителей. Старшие как бы лучше знают, что необходимо младшим. Анархическая семья выражается во внешней свободе для всех, но по сути во вседозволенности. И демократическая семья характеризуется учетом мнения всех членов семьи, но с необходимостью нести ответственность за свои действия и решения. Также в зависимости от формы брака выделяют моногамную, моногамную и полигамную семью. Моно-один, поли-много, да? Первая моногамная группа предусматривает наличие брачной пары, то есть мужа и жены. Вторая же форма брака, полигамная, подразделяется на полигинею, это многоженство, и полиандрию, полиандрию, это многомужество. Если полигания получила уже довольно широкое распространение, то это прежде всего в мусульманских странах, да, там есть многоженство. То полиандрия встречается редко, ну, например, в Индии и Тибете, и это вызвано часто экономическими причинами. Например, в Тибете братья имеют общую жену, чтобы не делить земельный участок, полученный по наследствам. Так, мы говорим о формах, да, семьи. Моногамная семья и полигамная. По критерию семейной власти выделяют еще такие исторические формы семьи, как матриархат, матриархат, и патриархат, патриархат. Матриархат, это власть в семье принадлежала женщине. И патриархат во главе семьи стоял мужчина. В настоящее время, конечно же, превалирует эголитарная семья, эголитарная, или еще говорят, демократическая семья, в которой мы можем видеть статусное равенство супругов, то есть супруги равны. К историческим формам семейно-брачных отношений относится также эндогамия, эндогамия. Эголитарная семья предполагает заключение брака между представителями одной и той же группы, например, клана, племени и так далее. Эгзогамия. Она запрещает брак внутри определенной узкой группы людей, например, запрещает брак между близкими родственниками, членами одного и того же клана, племени и так далее. В современном обществе наблюдаются процессы трансформации семьи как социального института. Происходит изменение некоторых ее социальных функций, происходит перераспределение семейных ролей. Семья утрачивает свои ведущие позиции в социализации индивидов, в организации досуга и других важнейших функций. Некогда традиционные ролевые семейные отношения, при которых женщина вела домашнее хозяйство, рожала и воспитывала детей, а муж был хозяином, часто единоличным собственником имущества, и он обеспечивал экономическую состоятельность семьи, сейчас уступает место новым отношениям, при которых многие женщины стали участвовать в производственной политической деятельности, экономическом обеспечении семьи и принимать равное, а иногда и ведущее участие в решении семейных проблем. Все это существенно изменило характер функционирования семьи и повлекло за собой ряд неоднозначных социальных последствий. С одной стороны, этот процесс способствует росту самосознания женщины, способствует установлению равенства в супружеских отношениях, но с другой стороны, все это вызвало конфликтную ситуацию в семье и привело к снижению рождаемости и ослаблению семейных связей. В современной семье не только преобразуются традиционные роли женщин, но и претерпевают изменения мужские роли. Например, в западноевропейских странах уже не являются исключениями такие случаи, когда именно мужчина берет отпуск по уходу за ребенком, то есть муж уходит в декрет, а не жена. Поэтому в социологическом отношении важно выяснить, как супруги воспринимают новую ситуацию, готовы ли они к перераспределению семейных обязанностей, от чего и зависит лидерство в семье. В целом же основной тенденцией в развитии семейных отношений является их демократизация, что предполагает равенство между мужчиной и женщиной, что предполагает отмену всякой дискриминации, гуманные методы воспитания и расширение независимости каждого члена семьи. На этом наш с вами урок «Семья как социальная группа и социальный институт» закончат. Поблагодарить автора видео вы можете подпиской на наш канал, она у нас бесплатна. Можете поставить лайк этому видео, написать к нему комментарий. Также можете поделиться этим роликом у себя на страничке в социальных сетях. Для этого надо нажать на значок «Поделиться под этим видео». До встречи в следующем нашем уроке, в следующей нашей лекции, в которой мы рассмотрим с вами молодежь как социальную группу. Молодежь как социальная группа.